очень важный аспект если вы пишете когда вы делаете задание выполняете и вы сами пишете то у вас откладывается гораздо лучше чем вы воспринимаете информацию на слух есть люди которые прекрасно принимают информацию на слух и она сразу же у них откладывается как вы нажимаете на компьютере то сохранить так и все но это редкость большая и большинстве своем именно тогда когда вы пишете у вас откладывается очень глубоко эти знания поэтому я хотела чтобы в это все-таки задание выполнили и вы его выполните иначе просто я вас в декабре я вас в декабре вы останетесь просто на по сессии не будет закрыта можно на следующий урок принести потому что ну что я а что я могу сделать нет нет да весь алфавит звуки вы произносите вы произносите да 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 а я открываем таблицы просматриваем что-то написала директор подпишет бывают да Она что, на камеру у нас сняла? Да. Что вы говорите? Что вы потом, короче, да вы, знаете, покажем, там, снято. Лакта, молодь, молодь! Я лакта! Молодь! Молодь! Замечательно, типа, с кем это? Вы всё портите просто, сказали с камеру не смотреть. Ах! Лёвка! Начинается! Светок! Вы включены нормальные? Нет? Нет. А у вас камера включена? Если вы ее не выключали, то мы ее не выключаем. Здорово. Замечательно. Подожаривай. Итак, здесь вот журнал, да, нет, да, вы в курсе, да, что я должна... А я не Сара с тобой сейчас. Лера. Я Сара. Лера, очень хорошо. Лера, значит, у нас будет какая-то переметка, я возьму свой журнал там, из медиатеки, мы перенесем сюда, да, оценки. И сегодня у нас аттестационная неделя, сегодня должна поставить сюда вам оценки. Я бы хотела спросить сейчас, я очень люблю вот этот момент всегда. Влад, вставать не надо. Скажи, пожалуйста, ты ни одного урока не пропустил, вы знаете нашу систему, да, по какой мы аттестация идет. Ноль студент не посещает, единица по поводу посещения студент посещает 50%, двойка, это значит студент все уроки посещает. Вы все уроки посещали, то есть по первой... У вас пойдет двойка, потом идет на клуб дробь и идет оценка. Какую оценку вы себе сами ставите? Мне кажется, тройка. Так, какую оценку вы ставите себе? Нужно пятерку, конечно. Четверку? Нет, тоже четверку, мне пятерку. Пятерку хотите? Так ты оценивал себя нормально или так, что ты хочешь себе пятерку? Нет, то есть вы себе поставили три. Вот, значит тройку, так, вы себе... Четыре с минусом. Четыре с минусом, да. Четыре с минусом. Вы себе поставили четыре. Что поставил себе Вячеслав? Вот честно. А объективно, в смысле... Объективно. Оценивать домашнюю работу. Вы притчу о талантах знаете? Нет. Знакомо, что я вам называю, я знаю. Я знаю, что я заберу. Да, совершенно верно. Что? Изначально Господь дает всем таланты. Без талантных людей не бывает. Да. Мы талантливы все. Кто-то больше, кто-то меньше. И кто в чем? Кто-то уникально крестиком вышивает, а кто-то, извините, потрясающе пишет музыку, либо картины. Кому что. Но потом происходит следующее. Человек просто, да я вообще, я такой талантливый, вы тут рядом со мной не стояли. И тут, к кому обращается человек, с которым вы рядом не стояли, он с вами, точнее, рядом не стоял, Бог просто может у вас оттяпать и ему отдать. Отсюда поговорка Бог дал, Бог взял. А притча звучит следующим образом. Я попроще, да, не библейским языком, так как написано в Библии в шестой главе от Матфея, насколько он перебат луки, не помню. Но не важно. Чтобы вам было понятно. Итак, отправляясь надолго в дальние края, хозяин призвал своих слуг и сказал им следующее. Я вам всем дам по пять талантов. Талант это денежная единица. Вы этого не знали? Это древняя денежная единица. Называлась она талант. Вот он каждому дал по пять талантов. Как в золотом ключике пять золотых, да? Вот тебе пять, тебе пять и тебе пять. И сказал, вы как-то ими воспользуетесь в мое отсутствие? Я приеду, вы мне, как сказать, отчитаетесь. Хорошо? Он уехал. Один из трех, получив эти пять талантов, посмотрел на них и подумал. Не, я че это закрою? Да че я буду с ними делать? Что мне это сделать? Нет. Я в дальние труда, на дальний двор и закопаю. Чтобы целее были. Все, никто не видел. Все. И схоронил денежки. Закопал. Другой вложил эти деньги в продажу тканей и получил доход в десять талантов. То есть у него было пять, обернул, что-то там купил, ему вернулось десять. А другой вложил в питание или еще куда-то, ну не важно куда, и получил доход в пятнадцать талантов. То есть вернул свои пять, которые ему были даны, и сверху еще получил прибыль в десять талантов. Развернулся хозяин через месяц. Призвал их. Ну как? У вас дела? Выходит один и говорит. Хозяин, я вот пять талантов, которые ты мне дал, вот удачно вложил, поработал, потрудился. Вот я тебе возвращаю твои пять талантов, и у меня еще вот десять талантов, я прибыль еще тебе вот принес. Хорошо, хорошо, значит, ты потрудился. Ну а у тебя, как он говорит, я немного похуже, хозяин. Я тоже вложил свои пять талантов, ваши пять талантов, что вы мне дали. Но они уже мои, да, вот свои таланты. Вложил, и вот возвращаю вам пять, и я еще вот пять заработал сверху, то есть всего десять. Молодец, хорошо. Третий. Я все сохранил, все те, вот что вы мне дали, все, что дал, все, вот возни хозяин, вот-вот. Я все сохранил, вот они пять талантов, которые вы мне дали. Глупый ты раб, сказал хозяин. Ну зачем он умеет? Ну раз ты не можешь воспользоваться теми талантами, которые я тебе даю, так я у тебя их заберу. И отдал два из этих пяти тому, кто сделал из пяти десять, и три, которые сделал из пяти, пятнадцать. А он остался у разбитого корыта. Отсюда что у нас? Знаем, им нужно пользоваться. Не зарывай талант в землю. Вот что говорит пословица, да? То есть пословица, поговорки, это же все практически переписанное священное писание. Просто своими словами, потому что люди знали значение каждого фразеологизма, каждого высказывания. Потому что в этом мудрость. И если вам дам талант, вы должны приумножать его. А приумножать его можно, занимаясь, обучаясь, не только на уроках. Где-то что-то выкапывать, где-то что-то делать. Итак, Вячеслав, какую же оценку я должна поставить вам? Как вы думаете? Четыре. Четыре. Какую оценку? Четыре. Я не делаю домашний год. Четыре. Какую оценку? Четыре. Какую? Четыре. Какую? Четыре с плюсом. Четыре с плюсом. Какую? Не знаю. Полина, вы должны знать. Я не могу знать, потому что я была на одном занятии. Я понимаю, что вы были на одном занятии, но тем не менее. Как? Вы считаете, что три нужно поставить? Юля. Смелее, смелее. Я считаю, что Юле пять надо поставить. Она на всех была, готовила домашнее задание. Да. И не работала. Слышно, если нет, не уходила. Я с вами согласна, что она достойна от личной оценки, потому что она не пропустила ни одного занятия на все домашние задания и дела, очень активно работает на уроке. Но вы все активно работаете на уроке. Я подумаю, будет перемена, я подумаю и внесу ваши оценки в журнал с учетом ваших пожеланий. Но у меня есть еще и свое видение. Хорошо? Договорились? Что же касается оценка. Человек обязан оценивать себя. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. И человек не должен ни в коем случае не занижать свою самооценку, не завышать ее. Он должен знать в себе цену. Разобрались с этим. Значит, в журнал теперь Лера будет его ввести. Он у вас должен... Не уходите сегодня, оставив у меня на перемене. Поставим оценки. Ну а сейчас давайте откроем таблицы. Начинаем работать. Я вам расскажу, как мы будем работать с этими таблицами. У вас есть? Не старайте.